И снова здравствуйте, это Укрлайс с Милой Немирией, и мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетьман». Мы очень рады, что сегодня с нами на связи директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Николай Викторович, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Добрый день, Людмила. Приветствую всю вашу аудиторию. Спасибо огромное. Николай Викторович, тяжелый сегодня день, потому что приходит информация о том, что очень тяжело в Авдеевке. Причем настолько тяжело, что даже те сообщения, которые сейчас в социальных сетях, говорят о очень неоднозначной ситуации. О том, что нашим очень сложно выходить, и многое другое, и о фосфорных бомбах, и о многих других вещах, которые бросает противник на наших защитников. Давайте с этого начнем наш разговор в Авдеевке, как там выглядит ситуация. Ну, в принципе, это не первый день ада, который там идет. К сожалению, ребята там постоянно в такой ситуации живут. Но чем дальше, тем, конечно, становится хуже. Почему? Потому что, несмотря на то, что они несут огромные потери, вот эти мясные штурмы, они не прекращаются. То есть это, понятно, что это даже не военная, а политическая задача, которая сейчас стоит перед ними. То есть было дано прямое указание Путина захватить Авдеевку, и они не остановятся ни на чем, абсолютно. Сколько бы они там не теряли, тысячи, две тысячи, пусть им на это наплевать. То есть они просто заваливают мясом, грубо говоря. Ну и к тому же у них практически полное преимущество в артиллерии. За счет снарядного голода у нас значительное преимущество в воздухе, авиации. За счет чего они имеют возможность забрасывать бомбами, в том числе и фосфорными. То есть, ну, на самом деле ситуация очень тяжелая. Если вот буквально сегодня-завтра Третьей штурмовой не удастся, скажем, отбить вот эту брешь, в которую они вошли и практически перерезали нашу логистику, то вот эту группировку придется отводить из Авдеевки. И тут вопрос, насколько подготовлены, скажем так, оборонительные позиции, куда они будут их отводить. То есть вот ситуация, на самом деле, сложная. За счет того, что они захватят Авдеевку, скажем, большого оперативного и стратегического перевеса, они не получат. То есть преимущество будет, не преимущество, а, скажем так, достижение будет чисто политическое. Ну, скажем так, угодят Путину, угодят своему фюреру. Но, тем не менее, скажем, это будет потеря нашей, еще одного клочка нашей земли. Это, конечно, для нас это неприятно. Плюс те потери, которые мы сейчас несем на вот этом клаптику земли, их желательно, конечно, было бы избежать. И именно этим диктуется возможность отхода наших войск из Авдеевки. Но пока есть такая возможность, там войска будут держаться. Николай Викторович, если можно, давайте тогда по каким-то ключевым опять пройдем участкам на фронте. Что вам кажется сейчас самое важное, кроме Авдеевки? О чем еще нужно сейчас сказать? Ну, сейчас трудно говорить о каких-то, скажем, отдельных направлениях, отдельных первоучастках фронта, где можно, скажем, развивать наше наступление или усиливать оборону. То есть пришла новая команда вместе с Иским. Они, естественно, будут уточнять все эти планы. И то, что мы говорим, называем это активной обороной, это, скажем, совокупность, даже не совокупность, а система взаимосвязанных боевых действий, оборонительного, наступательного, штурмового характера на различных участках фронта. Где конкретно какие будут, это планы генерального штаба. То есть где мы можем, пока, скажем, Россия имеет возможность реализовывать свое количественное преимущество, там будет оборона. Где удастся нащупать его слабые стороны нашего противника, наступательное действие. Где это будет конкретно? Это даже не наша задача. И тут, я тут не могу дальше ничего комментировать. Это планы генерального штаба. Это, скажем, даже не сверхоток секретной информации, от чего будет зависеть, в общем-то, развитие всей ситуации на фронте в дальнейшем. Николай Викторович. Опять же, все будет зависеть от, скажем, западной помощи в технике. И плюс к этому времени необходимо нам, в конце концов, провести эту мобилизацию. Николай Викторович, давайте вернемся к помощи западной. Потому что непонятно, как наши союзники, целый Рамштайн и не только, смогли не спонировать, не предугадать, не спрогнозировать ситуацию со снарядами. Я, конечно, все понимаю, но военные, они же, наверное, в отличие от политиков, тоже какие-то, наверное, планы строят и понимают, что особенно-то политическая жизнь, она же очень такая гибкая, мягко говоря. И в этом смысле, почему, как вам кажется, вообще возникла такая ситуация со снарядами? Ну, это выглядит уже просто, я даже не могу сказать неприлично, это выглядит катастрофично. И вот Байден сегодня сказал, что невозможность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта. Вот так сказал американский президент. Да, он правильно сказал. Она никогда не будет забыта, но возникает ощущение, что по большому счету, честно говоря, в этом вот все виноваты. Может быть, я так слишком амбициозно формулирую, но возникает ощущение, что вот все-таки все. И как вы думаете, как это вообще стало возможным? Почему? Где здесь? Ну, это скрывает слабости вообще системы стратегического планирования, западной школы стратегического планирования. Потому что они привыкли жить в мирное время. Где, скажем, время-то, мы с вами уже по-моему на эту тему говорили, это длительность начального какого-то состояния, ну, конечно. Вот у них это время исчисляется, скажем так, пятилетками, десятилетками, но не годами, тем более уж не месяцами. Почему это возникло, почему не спрогнозировали? Ну, опять же, смотрите, тут, вот, скажем, Украина тут ничего не зависит. То есть все знали средний расход боеприпасов в день. Это ни для кого не было не секретом. И когда нам обещали миллион боеприпасов, поставку миллионов боеприпасов от ЕС, то расход этих боеприпасов никак на это не влиял. Это влияло по производительности тех производственных линий, которые были в странах ЕС. Почему они не сработали? Потому что они не были к этому готовы. Опять же, по-моему, уже об этом говорили, что, в принципе, скажем, выделить деньги на то, чтобы увеличить производство боеприпасов, это еще не все. То есть если производственная линия позволяет, скажем, увеличить, скажем, темпы выпуска этих боеприпасов, это делается. Но это увеличение не на порядок. Это можно увеличить, скажем, на 20-30 тысяч выпуск таких боеприпасов. А для того, чтобы увеличить на порядок, для того, чтобы выйти на миллион боеприпасов, это надо строить новые линии, разворачивать новые технологические какие-то потоки. А это время. Вот почему они так решили, принимая чисто политические решения и не опускаясь до уровня технологических сложностей. Вот это, скажем так, культура стратегического мышления на Западе. Она давно уже дает сбои. И об этом уже не раз, и сами, скажем так, западные эксперты уже об этом уже не раз говорили. Но политикам это выгодно. Это выгодно отдельным, скажем так, представителям той же оборонной промышленности, когда они спокойно работают на тех контрактах, которые им выделяют. То есть перестраиваться на военные рельсы Европа пока, до этого момента пока не собиралась. Вот они сейчас только собрались. Вот они сейчас только начали говорить, что лучше воевать на территории Украины, чем в окопах на собственной территории. То есть до них начало это доходить, в конце концов. Но поздновато, поздновато. Уже и времени остается, и сколько ж украинских солдат может за это гибнуть, за эту дурь. А получается именно так. Недавно несколько западных изданий, влиятельных, написали о том, что НАТО хочет перебрать на себя руководство поставками вооружений для Украины. И вот для вас это хорошая новость, или пока еще поживем, увидим? Я не думаю, что, скажем, механизм Рамштайна работает без участия НАТО. То есть у НАТО достаточно механизмов для того, чтобы осуществлять и планирование, и, скажем, организацию вот этого процесса. Технического и материально-технического обеспечения военных действий. И вот для этого есть свои командования, свои службы, свои механизмы, свои процедуры уже отработаны. Я не думаю, что они сейчас не задействованы. То есть, ну, скажем, запустить их на полную мощность, да, об этом может идти речь. То есть я не думаю, что, скажем, вот, скажем, официальный переход на, скажем, НАТО, на то, чтобы НАТО возглавляло этот процесс, я не думаю, что это приведет к каким-то существенным изменениям. Не приведет. Ускорения, темпов ускорения не будет. Почему? Потому что все эти темпы, я еще раз повторяю, лежат внизу, лежат на уровне технологических, линии технологических возможностей тех предприятий, которые задействованы в производстве не только снарядов, но и вот сейчас пообещали там миллион дронов. Это будет та же история, что с снарядами. Сейчас есть у них столько дронов? Нет. Значит, их необходимо производить. Готовы они к тому, чтобы произвести миллион дронов? Нет. Не готовы. То есть это необходимо этим заниматься. И заниматься нужно было не вчера, а позавчера, условно говоря. То есть год-два года назад. Тогда можно было рассчитывать, что сегодня они могут выйти на какие-то новые какие-то возможности по выпуску и дронов, и снарядов, и другой любой теле. Потому что запустить, ну, скажем, новую технологическую линию, тем более если построить новый завод, это огромное количество денег и времени. Это не просто так сказать, то вот завтра мы вот вам обещаем. На этих обещанках мы прожили вот 23-й год. К сожалению. Вчера Форбс опубликовал статью, которая называется «Байден может отправить миллионы артиллерийских снарядов в Украину бесплатно уже завтра». Издание отмечает, что существует бюрократически сложный, но абсолютно легальный способ для администрации президента США Байдена отправить в Украину эти снаряды. И если позволите, цитата. Недооцененный закон США дает президенту полномочия продавать со скидкой или даже дарить любое имеющееся вооружение, которое американские военные признают избыточным для своих нужд. По их данным, американское законодательство ограничивает ежегодную передачу так называемых избыточных оборонительных товаров, ИДА, общей стоимостью на 500 миллионов долларов в год. Но этот же закон не декутует, какую стоимость президент может определить для конкретного оружия. Таким образом, куча американского оружия или такое необходимое американское оружие могло бы быть передано через каких-либо посредников, стран, партнеров. Я не знаю, является ли эта информация достоверной или нет. И если достоверной, то почему это не происходит? Потому что мы слышали, что Америка пытается найти какие-то снаряды и даже о танках говорили и о многих других вещах снова не только у стран-партнеров, но и даже в африканских странах и так далее. Но если этот закон действенный и он возможен, то почему действительно сейчас мы не получим такие необходимые для нас снаряды? Ну, наверное, потому что эти запасы тоже не безграничны. То есть признать наличие излишествующего имущества, это означает, что тут же поднимется критика, что же мы снижаем свой оборонный потенциал. Вот у нас Израиль, вот у нас там еще возможности увеличения конфликтов, расширения конфликтов на Ближнем Востоке, а вот у нас там еще и Китай. То есть тут же начнется критика того, что уже с другой стороны, уже не с точки зрения Украины, а с точки зрения, что вот чего же мы на Украину все отдаем, а остальные точки, а вот остальные, скажем так, наши направления, угрожающие нам направления, опасные направления. Чего же мы их оголяем? И если, скажем, взамен на передачу таких, скажем так, которые признаны излишествующими боеприпасами, не развернуть, опять же, экономические какие-то возможности, не определить какие-то контракты на возмещение таких, передачи таких запасов, это уже, скажем так, вызвает недовольство уже не только со стороны военных и каких-то гражданских слоев, но и со стороны промышленности. То есть они остаются без заказов. То есть если они излишествующие, то зачем же тогда их пополнять? Вопрос. Ну, тогда я говорю, тогда открывается первая линия, что мы оголяем свои запасы, мы их расходуем не по назначению. То есть тут очень много таких, на самом деле, вещей. Я плохо знаю, в принципе, эту процедурную базу американскую, но, в принципе, такое направление возможно. Им пользовались, до сих пор им пользовались. Именно таким законом пользуются, когда передавали нам эти запасы. В общем-то, новости никакой нет. То, что интенсивнее можно использовать такой механизм, да, можно. Но это, опять же, вызывает, скажем так, возможную критику политических оппонентов. А тут выборы на носу. Поэтому я думаю, что именно политические моменты тормозят использование такого механизма. Николай Викторович, странный вопрос у меня возникает. Как вообще Украина может воевать в таких условиях, когда только ленивые не сообщают о том, что у Украины нет снарядов, нет дронов, нет ракет, и дальше по списку, да. И это все обсуждается на Западе публично. Они сами всех критикуют, говорят, что это плохо. Кто-то там редко говорит, что хорошо. Как правило, критикуют это свое поведение. Но ведь эта же информация, она же и России становится известной. И все это понимают, видят. То есть возникает такое ощущение, что Украина как такой эксперимент. Ну, это странно выглядит. Может быть, я что-то не понимаю во всей кризисе. Это выглядит на самом деле цинично. Это вот та самая реалполитик, про которую все время говорят, и про которую сейчас вопрос поднимается на мюрхных, забытых конференциях. В докладе ЛОС-ЛОС. То есть теряют все. Теряют все именно на том, что реалполитик лишена морали. То есть вместо нее выступают чисто национальные интересы. Что значит лишить, скажем, вот эти интересы морали? Это значит, в принципе, вот эти интересы, они формируются в некоторой системе координат. Вот эту систему координат составляет демократические ценности. И если про них забыть, то это значит, что брать вот эту систему координат. И тогда вот эти интересы, они не привязаны ни к чему. Их можно разворачивать в любую сторону, что и делается, в принципе. То есть лишив реалполитик вот этой морали, мы убрали систему координат. Вот об этом сейчас идет разговор на конференции. В этом случае теряют все. То есть на первую линию выходит национальный эгоизм. Скажем так, вот этот отрыв вот этих национальных интересов от общей системы координат, он создает разобщенность в демократическом лагере. Если они не привязаны ни к чему. Вот откуда растут корни у национального эгоизма, у популизма, от чего сейчас страдают практически все западные страны. И они вот сейчас только это начинают понимать. Хотя об этом говорилось уже десятилетиями. Вот опять мы возвращаемся вот к этой стратегической культуре, которая дает сбои. И все вот это сейчас вылилось на укновение. Вот мы сейчас испытываем как раз последствия всех этих, скажем так, и мелких, и крупных ошибок, которые делались и делают, продолжают делаться назад. Ну дай бог, чтобы хотя бы они, хотя бы сейчас, хотя бы это поняли, и начался хоть какой-то разворот. Все это стоит, в конце концов, все это стоит, оплачивается кровью украинцев. Это реал политик, без морали. Николай Викторович, у вас же совершенно колоссальнейший опыт работы с западными партнерами, с западными центрами, множество конференций, разные исследования. Вы знаете много западных экспертов, военных экспертов. Вот как вам кажется, может выглядеть ситуация дальше? Потому что сейчас обычным украинцам эта ситуация выглядит очень просто. Что мы здесь оказались в ситуации, здесь и сейчас, когда у нас нет достаточно снарядов и ракет, чтобы защитить себя. Мы понимаем, как бы сейчас все это пригодилось под Авдеевкой. И это как бы с одной стороны. С другой стороны, мы ждем, что наши западные партнеры нам помогут, но мы этого не видим. С третьей стороны, у нас сейчас недостаточно сил и мощностей, чтобы произвести нужное количество своего оружия. Но тут тоже надо помнить, что если богатые западные страны, все вместе взятые, не в состоянии решить этот вопрос, то, конечно, чтобы одна Украина решила там этот вопрос, это тоже такое очень странное ожидание. И параллельно с этим начинают давать куча всяких анализов, что Россия оптимизировала свое военное производство и дальше, и дальше. И если посмотреть на эту картину, то картина рисуется какая-то очень странная и не очень-то оптимистичная. Но, наверное, это все не так. Вот если, может быть, посмотреть глубже на все это. Как к вам это видится? Тут, в общем-то, ответ довольно-то простой. То есть, в принципе, если мы видим какую-то угрозу, если мы видим источник этой угрозы, и все вдруг начинают говорить, а вот зачем же мы обороняемся, если эта угроза идет? Вот это на самом деле странно слышать. Давайте обороняться, чтобы эта угроза не пришла. Вот то же самое сейчас происходит в Америке в ожидании Трампа. Вот все боятся, что он придет. Большинство американцев просто боятся, что он придет. И почему-то подчиняются воле вот этого того, кто придет. Так не дайте ему прийти. Все, не будет этой угрозы. Вот это, скажем так, подавление воли за счет, скажем, наглости, за счет напора вот этого наступающего. А Путин и Трамп действуют по одной методологии, в принципе. Дави, удавляй, заставляй бояться, обманывай. То есть, ну, вот это чисто такая вот... Где-то в психологии есть такое специальное понятие вот этого. Я просто не специалист в этой области. Но вот это вот подавление воли, это вот на самом деле их основная... Основной механизм их действий. Так, господа, давайте не будем бояться. Давайте преодолеем свой страх. Давайте вместе обороняться. Я уже давно говорил, что войну в Украине нельзя выиграть без того, что Запад скажет, это наша общая война. И ее мы должны выигрывать в любом случае, какой бы ни была Украина. Вы ее критикуете за коррупцию, я не знаю, там, какие-то, скажем, розни в политических лагерях, между политическими оппонентами. Да пофигу, какая Украина. Она должна выиграть в любом состоянии. Иначе проиграет Запад, весь Запад. Но пока вот этого не будет понятно, пока мы все будем вот в мелочах вот этих вот копаться, а давайте там этого уволим, а давайте вот этого переставим, а давайте там еще что-то сделаем, ничего толку не будет. Это война общая, и выигрывать ее надо сейчас и как можно скорее. Потому что любое промедление дает Путину возможности наращивать свои силы. Тем более, что в условиях, когда, ну да, постепенно начинают там, скажем, налаживаться санкционные механизмы, начинают там обращать внимание на третьи страны, на третьи компании, на вот этот серый импорт, за счет которого Россия продолжает вообще, в принципе, существовать. Ну, они сейчас потихонечку начинают, скажем так, давать результаты. А этого нельзя было сделать два года назад, когда вводили эти санкции. Можно. Только опять же вот это вот еще раз, еще раз, третий раз повторяю, об отсутствии, не то что об отсутствии, а о, скажем, недостатках вот этой стратегической культуры на Западе. Которая, ну, в общем-то, со времен, когда она только начинала притворяться в жизнь отцами, основателями, это еще в 30-х, 40-х годах, тогда создавалась эта культура. А сейчас про нее забыли, напрочь. Причем за счет того, что, в общем-то, политическим рулям, политическим, скажем так, управляющим механизмом получили доступ те, кто, в общем-то, отвечал за какие-то отдельные, отдельные, скажем так, моменты вот этой всей культуры, вот этой всей стратегической процедуры. Каждый владелец какой-то конкретной маленькой такой, скажем так, деталькой потом занимался. И сейчас он пришел к политическому руководству. А взаимосвязи между всеми остальными элементами забыты. А это разлагает всю культуру. Это уже не культура. Это совокупность. То есть то, что удалось сгрести вкупу. Если украинской мовой говорим. То есть это купа, это куча. Это уже не система. Вот беда в этом, я считаю. Одна из, скажем так, причин вот такого состояния на Западе. К сожалению. Для того, чтобы, скажем, остановить Путина, это надо не разговаривать о том, вот как бы нам вести себя, и вот если он придет. Надо говорить о том, а как нам необходимо вести себя, чтобы он не пришел. Вот путь к решению этой проблемы. Потому что Путин сам не остановится никогда. И то, что кто-то проявляет слабость, это для него, ну скажем, мотив дальнейшему действию против этого слабого. То есть, ну скажем так, в обиходе, в том обиходе, который, скажем, сейчас существует в Кремле, это такой, знаете, еще гулабский подход. Ну скажем так, так там говорят, чтобы не наколоть фраера, это вообще, это опустить себя. Вот так они действуют. Закон подворотник. Британский Королевский Объединенный Институт Оборонных Исследований, Русси, который известен нам так проще, да, опубликовала новую аналитическую статью, где пишет о том, что текущий горизонт планирования целей России и войны против Украины свидетельствует о стремлении Москвы достичь победы к 26-му году. Именно под это формируются ее войска и мощности промышленного производства. Однако для партнеров Украины было бы ошибкой повиноваться той траектории войны, которую навязывает Кремль. Решающее значение будет иметь поддержку ВСУ и возможности Украины сопротивляться атакам России в течение 24-25-х годов. Это вот об этом, о том, чтобы нельзя навязывать траекторию. Об этом я как понимаю, вы говорили, да? Да. Ну, вот это все чаще звучит из разных институтов, которые занимаются обороной и стратегическими исследованиями. Но насколько это становится понятным политикам, потому что сейчас все чаще с одной стороны вот такие аналитические записки появляются, простите, а с другой стороны появляются множественные замечания европейских лидеров, что надо срочно готовиться к войне. И это вызывает еще большие вопросы, потому что если вы собираетесь готовиться к войне, то вы признаете, что Россия через 2-3-5 лет станет настолько сильной, что она будет воевать уже сразу с НАТО. И как вы себе это понимаете? А что, как вы видите тогда Украину и всю эту вообще историю? Как вы вообще все это планируете? Или вообще никто ничего пока не планирует в таком общем контексте? Тогда это вообще странно. Это не странно. Это означает, что они начинают признавать свою славность. Что они за счет того, что они дали слабину, они начинают терять Украину. И в этом случае уже, как говорится, российский сапог уже переступит их границы. И об этом их предупреждали. Это не только Руси вот сейчас дают такие оценки. Это не первый раз они дают такие оценки. Почему это не заходит политикам в уши? Это другой вопрос. Наверное, потому что они занимаются чем-то другим. Выборами, я не знаю, рейтингами своими, еще чем-то. Пытаются ублажить своих избирателей. Избиратели, они чувствуют силу в политике и идут за политиками, за элитой. Если эта политика дает слабость, то это чувствует момент, ну не то, что моментально, а в конце концов начинают это чувствовать. В конце концов вот эти популисты, они на этом и проиграют. Вот это сейчас только начинает доходить постепенно. И то не до всех. И очень медленно. Вот эти потери, они могут привести на самом деле к краху, к большому краху. Вообще демократии. Вот об этом сейчас говорю еще раз. Повторяю еще. Вот об этом как раз пойдет разговор на Мюхеттской конференции. Если там прозвучит на самом деле таким сильным голосом, единым причем голосом вот эта позиция, ребята, давайте прекратим вот эту заниматься чем можно, вместо того, чтобы заниматься чем нужно, то мы проиграем. И очень сильно проиграем. Я так понимаю, что через несколько дней мы сможем наконец-то понять, о чем же шел разговор. И вообще вот конференция в Мюнхене она же всегда знаковая бывает, да? Начиная там от выступлений Путина и заканчивая многими другими вещами. Не только. На этой конференции очень много будет таких закулисных встреч. В принципе, и наши политики об этом говорят, что в принципе там возможно, если не подписание вот этих договоров с Францией и Германией, то хотя бы начало какого-то политического процесса подписания этих договоров. Это не договора о гарантии. Это договора о сотрудничестве. О чем мы говорили сразу. Вы помните, еще в 22-м году, когда некоторые наши, скажем, озабоченные политики предлагали вот этот компакт украинский и компакт, что вот это он будет заменой, почти заменой НАТО. никакой замены не будет. Только членство в НАТО может дать гарантию. А все остальные договора между конкретными странами, двусторонние договора, это в дополнение. И сейчас между даже членами НАТО существуют такие договоренности о совместном двустороннем сотрудничестве. Это не противоречит общему, скажем, членству в НАТО. Членство в НАТО это о кооперативной обороне, о совместной обороне. Этот, скажем, североатлантический договор никаким образом не ограничивает национальный суверенитет и право на ведение собственной оборонительной политики. Точно так же почти не ограничивает членство в ЕС. Там больше, конечно, дезагональных процедур, которые в медиа, спильные заявы и так далее. То есть они, в общем-то, определяют или, так сказать, более структурируют политическую деятельность. А в НАТО такого нет. То есть каждая страна имеет право на свою безпековую политику. В этом ничего странного нет. Но если, скажем, вот эта политика не координируется, если она, скажем, каким-то образом не согласовывается взаимодействие вот этих сил, это очень плохо. Но тем не менее пошли по какому пути? По созданию каких-то совместных сил, например, быстрого реагирования. Вот это уже выход из этой ситуации. То есть тоже совместное действие совместных сил. Сейчас проводится, ну, скажем, сколько там сейчас, 90, по-моему, тысяч, говорили, что вы сейчас в последних учениях, кстати говоря, направленных вот именно на сдерживание России, где Россия прямо уже названа угрозой. То есть это совместные действия, это уже коллективная оборона. И вот побольше таких действий надо, чтобы, скажем, члены НАТО чувствовали вот это единство, вот это взаимодействие, а не так, что каждый рассуждает, а бросят нас или не бросят в случае нападения России. А что будет, если вот они зайдут на территорию Эстонии или Латвии, и что тогда будет, а выступят ли Штаты в поддержку пятой статьи или нет. Вот таких разговоров вообще не должно быть. То есть как по мне, в идеале, то, что члены НАТО подписали Североатлантический договор, это уже говорит о том, что они без всяких консультаций готовы выступить, скажем, на защиту своих союзников, в случае агрессии. То есть причем тут консультации я вообще не понимаю. Консультации могут быть на начальном этапе признавать это, скажем, войной или не признавать. Если признавать, то все одновременно выступают против. В смысле не против, а на защиту своих союзников. Вот и все. Дополнение договора, придумываются какие-то дополнительные процедуры, консультации, которые могут размазать на месяца принятие решений, то это не коллективная система безопасности, это коллективная система опасностей. опасностей по-другому не назовешь. Вот если говорить о коллективной системе опасности, то вот интересный момент, сейчас стало известно, что политика опубликовала статью, где рассказала о том, что три страны Европейского Союза выступили против закупки боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза. И три страны это Франция, Греция и Кипр. и ведь речь шла о том, что нужно срочно поставить, закупить и поставить Украине эти боеприпасы. И практически все там было уже решено, и даже Франция говорила о том, что они согласны. И вдруг в какой-то момент принимается такое решение. И в этом смысле непонятно, насколько в самом Европейском Союзе есть такое количество снарядов, чтобы быстро все это докупить, потому что вы только что говорили, что по большому счету у них у самих ограниченные резервы, даже у американцев в том числе. Поэтому это еще один сюрприз от наших западных партнеров? Сколько еще можно? Ну, тут я недостаточно посвящен детали вот этой процедуры. И, скажем, не обо всем говорят. То есть были ряд таких инициатив, которые тормозились отдельными странами, причем они тормозились не потому, что они не хотят оказывать, например, помощь Украине, потому что недостаточно такой упор. Это тоже торможение. То есть таким образом можно затормозить. Что там конкретно сыграло, я точно не знаю, как это пропустило момент, честно говоря. Но, в принципе, вы уж поймите, что такую вещь, что, скажем, закупка хотя бы снарядов, не говоря уже о другой дорогостоящей технике, это минус заказы для собственных предприятий. То есть они будут размещать эти заказы на других странах. То есть это тоже может сыграть, ну, скажем, минус. Почему? Потому что, ну, скажем, это вызывает какой-то негативный в среде работающих на оборонных предприятиях. А это вы избиратели. А в преддверии выборов это, в общем-то, может стать решающим голосом. И вот такие вещи, вот они достаточно так, к сожалению, серьезно влияют на политические позиции тех или иных стран. Николай Викторович, и позвольте последний вопрос. Как вам кажется во всех этих условиях, которые сейчас сложились, могут развиваться события? Что вот, как вам кажется, это же все на поле боя отражается, не только. Ваши ожидания, то, о чем вы думаете. Я понимаю, что вы не скажете все, о чем вы думаете, но да, я понимаю, конечно, да, но что-нибудь. Ну, предстоит достаточно сложный и трудный период, который нам просто надо перетерпеть, надо выстоять. в ближайшее время ожидать, ну, скажем, какого-то всплеска поступления нам военно-технической помощи пока не стоит. Речь не об этом. То есть, речь может идти в пределах квартала, полугода, года. Ого, это много. и то, скажем так, будет порциями. То есть, это не будет такой взрывной рост. Какое-то влияние может влиять начало поставок нам авиации F-16. Это они, опять же, придут не в полном составе, то есть, это будут единицы постепенно наращиваться. что-то может сыграть на начальном этапе. Это инициатива по увеличению поставок нам дронов из запасов. Не из того, что они производят, а из запасов. Это не миллион этих дронов мы получим. Мы получим, опять же, сотни. Это плюс, да. Мы спасибо говорим за это. Это не те объемы, которые могут переломить ход войны. Ход войны может переломить, я уже где-то по-моему писал об этом. Мы все ищем серебряную пулю. Такой же вид вооружения нам необходим, чтобы для того, чтобы переломить ход войны. Но нет такого вида вооружения, которого можно переломить ход войны. Это комплекс всех вооружений, которые необходимы для обеспечения оперативной деятельности вооруженных сил. Это инженерное оборудование, это ИРЭП, это и дроны, это артиллерийские снаряды, это танки, это все вместе. Потому что отдельно, скажем, радиоэлектронных операций не бывает. Бывает какая-то наступательная операция, где участвуют все виды вооружения. и авиация, и армейская, и фронтовая авиация, и артиллерия, и тяжерепы, инженерные войска. То есть, я считаю, что серебряной пулей можно было бы назвать совместное планирование. с одной стороны, действия вооруженных сил, то есть, наши планы, плюс планы нашей экономики по обеспечению наших вооруженных сил, и плюс планы наших западных партнеров. Вот то, что делается в Рамштайне, то, что делается в рамках каких-то двусторонних наших договоренностей, преимущество Соединенных Штатов. Вот это было бы серебряной пулей. на самом деле. Вот в этом случае мы могли бы точно сказать, а вот когда, на каком этапе мы можем рассчитывать на поступление этих вооружений. Вот к этому моменту нам необходимо подготовить войска, научить их, провести слаживание, а вот, скажем, уже через какое-то время, после этого, мы можем планировать какие-то уже свои наступательные действия. Но это будет уже, ну, скажем так, не то, что с вероятностью единицы или 100%, но уже процентов на 90%. То есть, остальное можно корректировать. Вот если этого не будет, вот такого совместного планирования, то придется нам терпеть еще очень долго и долго. То есть, когда планы наших вооруженных сил ориентируются на обещания и на те, скажем, негативные примеры, что мы уже имели, и выполнение этих обещаний, провалов можно ожидать еще очень много. К сожалению, и потерь тоже. То есть, сами планированные, я считаю, это выходом из этой ситуации. Но для этого, я еще раз повторяю, Запад должен понять, что война общая. И победа общая. И поражение тоже может быть общим. Причем очень серьезным, с очень серьезным последствием. Пока этого не будет. Серебряная пуля где-то будет там в яйце Змея Горыныча или Кощея Бессмертного находиться, будем долго искать. Николай Викторович, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это благодарны. Спасибо. Удачи вам. Спасибо огромное. Николай Сунгуровский был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok